Привет, друзья! Как вы думаете, за какое время реально можно установить операционную систему на старый комп? Даже, точнее сказать, на тонкий клиент, которому уже больше 5 лет и который, в общем-то, не сильно мощный, порядка 1 ГГц процессора, 2 ГГц оперативки, 2 ГГц всего лишь SSD-шка встроенная, очень медленная, правда. Ну и, в общем, такой компактный комп, который при работе ест не более чем 2 Вт. Как вы думаете, сколько времени может занять установка операционки? Вот сейчас, вы видите, загружается штатная система, которая была на устройстве до того, как я его приобрел. Всего за 100 крон, кстати, приобрел девайс. Вот так он выглядит. У меня несколько их. Ну, собственно, здесь сзади небольшой интерфейс, мониторы, 2 интерфейса мониторов, 3 USB-шечки, 1 Ethernet, 1 клавиатурный интерфейс, питание. В общем, такая мини-мать, упакованная в компактный корпус без кулера. Вот штатная система загрузилась. Здесь есть очень старый Firefox от некой компании FACDATA. Звучит забавно, конечно. Ну, в общем, я предлагаю сразу же перезагрузиться в BIOS и поменяться на загрузку с флешки и приступить к установке операционки. Собственно, что мы сейчас и сделаем. Нужно услышать характерный пик. Вот он. Итак, мы в BIOS. Давайте поменяем приоритет загрузки в разделе Legacy. Приоритет загрузки с USB поднимем вверх. Ну и, в принципе, это все, что нам нужно здесь менять. Exit 7 Changes? Yes. Сейчас загрузится девайс с USB 3. У него даже есть поддержка USB 3, что самое забавное. Поэтому загрузка должна произойти достаточно быстро. Это Alpine Linux с весом всего 150 мегабайт. Ну, собственно говоря, сейчас он загружается. В живой режим. В режим установщика. Вот он загрузился. Давайте установим его. Командой Setup Alpine. Клавиатура у нас будет US. Имя у нас будет IGEL 3. Ethernet. DHCP. Ручная конфигурация сети нет. Получили IPшник 212. Пароль рута два раза. Временная зона Set. Прокси настраивать не надо. Устанавливать сервер времени не надо. Выбрать зеркало случайным образом. Open SSH сервер не нужен. Раздел для установки SDA. Системным будет разделом. Сейчас он, по идее, должен спросить, хотим ли мы затереть все данные. И после этого перейти непосредственно к установке затереть данные. Да. Ну, вот сейчас начнется установка операционки. Ну, и вот, собственно, она началась. Alpine я использую для того, чтобы спинить в нем контейнеры с различными нужными мне приложениями. И выбор пал на Alpine, потому что он очень компактный. Сам по себе дистрибутив, как я уже сказал, базовая версия 150 мегабайт. Если вы используете его в контейнерах, то он может занимать менее 20 мегабайт. Самого по себе базовой версии ядро. Достаточное количество приложений для Alpine. Но его позитивная и одновременно негативная сторона, то, что он использует нетрадиционную библиотеку C, Muscle C, вместо стандартной Gnulip C, которая используется в большинстве линуксов. Вот. С одной стороны, это позволяет прилично сэкономить пространство и обеспечить более безопасное исполнение кода с меньшим количеством ошибок. С другой стороны, этот код выполняется немного медленнее. Вот. Но здесь этот, как бы, трейд-офф мне важен больше, мне более важно сохранить пространство, потому что, как докер-контейнеры обычно сами по себе весят немало, в случае с использованием Alpine, контейнер весит даже меньше, чем, например, при использовании вообще режима контейнера без операционки. То есть, например, Node.js есть в таком контейнере, да, как он называется, забыл точно. Не Headless, в общем, есть Repo, где собирают чисто приложухи в докер-контейнеры. И Alpine вместе с окружением весит меньше, чем чисто приложуха с окружением для ноды. Вот. И в том числе, если вы поставите ноду в Alpine, это тоже будет меньше занимать место, чем... Потому что базовый контейнер собран, по-моему, там на Ubuntu, но, соответственно, даже Ubuntu Core она весит больше, чем Alpine. Ну, пока я говорил, установка практически завершилась, 97%. Сейчас еще будет генерироваться образ Initram FS после установки. И после этого установка будет завершена. Ну, собственно, где-то тут мы сейчас находимся. Ну, вот, генерация образа Initram FS, LTS. Конечно, после окончания установки желательно обновить список пакетов и обновить все приложухи. Ну, обычно это занимает тоже не более 5 или 10 минут. Ох ты, спойлер, да? Сейчас видео длится 6 минут. Установка чуть меньше. И... Собственно, момент перезагрузки должен настать где-то через 50 секунд, я думаю. Если мой прогноз верен. Возможно, это самая быстрая установка операционки, что вы видели. При этом, я напоминаю, это не установка на каком-то мощном железе, которое быстро позволит вам все это распаковать. И эта SSD-шка очень медленная. Ну, а хоть она и SSD-шка, но она по скорости не быстрее, чем Hard, которая здесь применяется. Поэтому обратите внимание на Alpine. Это очень классный дистрибутив. И, в принципе, на него можно накатить и графику, если она вам необходима. Поставить на него X-сервер. У вас будет замечательно работать здесь и графика. Множество пакетов. Пожалуйста, Firefox, Chrome, все приложухи. В общем, при необходимости можно собирать из исходников, конечно же. Ну, вот и все. Установка закончилась. Команду Reboot я написал неправильно. Сейчас достану флешку. Как только погаснет дисплей. Дисплей погас. Флешечка с Alpine. И посмотрим, как быстро он загрузится. И попробуем какой-нибудь хост пингануть, чтобы увидеть, что все окей, интернет работает. На этом закончим, в принципе, с видосом. Система загружается. Получает IP-адрес. Ну, вот она его получила. Вот я логинюсь. Яндекс, пожалуйста, пингуем. Все работает. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если у вас есть любые вопросы, задавайте их в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. 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 Продолжение следует...